Уважаемые коллеги 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 на три модуля, модуль начальной школы, средний и старший. И внутри модуля, при переходе с одного модуля на другой, мы даем возможность повторить ранее пройденный материал на фоне новизны видов деятельности, то есть в соответствии с возрастом учащихся. Итак, сюжет. Для чего он нам? С помощью сюжета мы создаем на уроке такую ситуацию, речевую, при которой использование изучаемого материала как лексического, так и грамматического, становится оправданным. Ребята понимают, для чего им все это нужно. Они автоматически или механически повторяют за учителем какие-то слова, фразы и так далее. Итак, Ворон. Привет, Аня! В нашей волшебной стране наступает Рождество. Отметишь его со мной, Аня? Конечно, Седрик. Я ведь никогда еще не отмечала Рождество в Англии. А ты, несомненно, знаешь много рождественских игр и традиций. Ворон. Я старомоден, но постараюсь развлечь тебя, как смогу. Давай позовем и Робинзона. Повеселимся все вместе. Итак, упражнение один. Вы знаете, что основной задачей нашего учебника второго класса это научить ребят читать, наряду, конечно, с формированием навыков других видов речевой деятельности. Но вот это главная сейчас задача. Итак, упражнение номер один. Буквы играют в прятки в комнате, украшенной к Новому году. «Найди буквы и звуки и назови их по именам». Ребята видят новогодние подарки перед собой. И, значит, здесь, опять же, поле для творчества учителя. Можно вырезать подарки, поднимать подарок и говорить, что «эй», «ти» и так далее. И задание номер два. «Подари каждой букве подарок с ёлки, звук или звуки, которые она может обозначать». А далее найди соответствие между буквой и звуком. Но сделано это, видите, вот в форме такой новогодней игры. Упражнение номер три. «Посмотри на картинки и прочитай рождественские слова». Итак, слова, которые мы предлагаем. «A bell», «Santa Claus», «Christmas tree», «a candle». Очень такая, вы не находите, уютная картинка, в которой хочется ещё немножко побыть в этой атмосфере, в этой комнате, в которой вот так уютно, так праздничные, разложенные подарки, так весело сверкает ёлка, украшенная звуками. К окончанию второй четверти, вот когда мы подходим ко второй четверти, ребята наши не могут читать некоторые слова, которые нам сейчас будут нужны для выполнения следующего задания. Но они могут читать в транскрипции. Одним из наших основных принципов является развитие у ребят уверенности в своей силе, пошаговое построение заданий. То есть, работая по нашему учебнику, ребята знают, что им никогда не будет предложено задание, выполнить которое им не по силам. Они знают, что если дано задание, то будет дана опора. Все предыдущие упражнения, почему я говорю, ни в коем случае не перескакивайте через упражнение. В каждом упражнении заложена какая-то изюминка, которая строит очень такое прочное здание урока. И нельзя ни в коем случае перескакивать с упражнения на упражнение. Поэтому мы хотим, чтобы ребята уже во втором классе спели рождественскую песенку, но некоторые слова, если бы мы написали печатными буквами, они бы не смогли прочесть. И для того, чтобы сделать задание посильным, мы эту рождественскую песенку написали транскрипционными знаками. Ну, во-первых, они еще раз потренируются в чтении транскрипции, это тоже хорошо. А еще им будет, сразу же перед ними будет опора, перед глазами будет опора, которая позволит им петь песенку вместе с дикторами. Итак, в упражнении четвертом ребятам предлагается спеть с Седриком рождественскую песенку. Слова он специально записал в транскрипции, чтобы тебе было легче читать. Давай сначала прочитаем, а потом споем. Итак, давайте прочитаем, как английский диктор читает текст песенки, а затем послушаем ее. Уроки 31-32. Упражнение 4. Повтори рождественскую песенку за Седриком, а затем спой ее с ним. Christmas bells, happy bells, funny songs and magic spells. The hands go clap, clap, clappy, the kids go hap, hap, happy. Santa Claus, bring us joy, fill the town with gifts and toys. The hands go clap, clap, clappy, the kids go hap, hap, happy. Christmas days in snowy hills. Fun and games don't let us freeze. The legs go jump, jump, jumpy. The slope goes bump, bump, bumpy. Вот мы послушали с вами, как диктор читает текст песенки. Ну, а теперь я предлагаю вам посмотреть презентацию, сделанную на эту песню нашим талантливым учителем из Брянска Татьяной Геннадьевной Митюгиной. Christmas bells, happy bells, funny songs and magic spells. The hands go clap, 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 clappy, the kids go hap, hap, happy. Santa Claus, bring us joy, fill the town with gifts and toys. The hands go clap, clap, clappy, the kids go hap, hap, happy. Christmas days in snowy hills. Fun and games don't let us freeze. The legs go jump, jump, jumpy. The slope goes... Christmas bells, happy bells, funny songs and magic spells. The hands go clap, clap, clappy, the kids go hap, hap, happy. Santa Claus, bring us joy, fill the town with gifts and toys. The hands go clap, clap, clappy, the kids go hap, happy. Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Приветствую вас из заснеженного, морозного, минус 20 градусов, города Обнинска. Это Подмосковье, 100 километров от Москвы, Калужская область. Я вот тут читаю, вы обмениваете информацию. У нас настоящая зима, и тема наша соответствует, естественно. Первое, давайте проверим связь. Хорошо ли видно и слышно? Если у кого-то какие-то проблемы, попробуйте зайти с другого браузера. Слушаю вас, смотрю. И очень, и прошу вас, мне очень интересно следить за географией моих, моей аудитории. Пишите, из какого вы города. Так, значит, всё нормально. Чудесно. Тогда начинаем. Снега почти нет, а у нас много. И очень холодно. Приветствую Валентину Алексеевну сливень, моего апробатора. Вижу, очень приятно, очень. Итак, сегодня я хотела бы поговорить о возможностях подготовки к празднованию Нового года и Рождества на уроке и во внеурочной деятельности средствами ОМК happyenglish.ru Роль этой темы. Использование этой темы в курсе happyenglish.ru позволяет решать ряд методических задач, включая достижения планируемых результатов в БОС. Например, воспитание и разностороннее развитие личности школьника. Закрепление и активизация лексического и грамматического материала. Формирование и развитие социокультурной компетенции. Постановка речевых навыков. Развитие фонематического слуха, о чём мы сегодня с вами тоже поговорим. В материал уроков также включены игры, стихи и песни. Вот основной, одной из основных моих целей сегодня было провести для вас вот такую мысль, то есть это красная нить моего выступления, что всё, что вы сегодня увидите и услышите, составляющие урока, это кирпичики. Кирпичики – здание, которое называется урок. И игры, и стихи, и песни – это не инородные тела, какие-то искусственно приставленные к уроку, а вот сегодня мы ещё с вами выучим песню. Они органично вплетены в материал урока. Они – это кирпичики, которые составляют здание урока, и вынь этот кирпичик, и урок развалится. То есть это, ещё раз повторяю, не искусственная какая-то составляющая, а естественная составляющая урока. И когда мне учителя говорят, а вы знаете, вот я вообще по вашим учебникам не занимаюсь, но использую ваши песни, вы используете 15% потенциала, заложенного в уроке, где включена эта песня или это стихотворение. Давайте посмотрим на реальных примерах, как мы воплощаем тему и раскрываем тему празднования Нового года и Рождества в наших учебниках. Вот пишут, что слышно плохо. Значит, давайте попробуйте войти с другого браузера. Больше мы пока ничего не можем вам посоветовать. Ничего больше. Вот мне тут мои технические ассистенты подсказывают. Попытайтесь что-то сделать. Видеозапись вебинара будет выложена завтра или послезавтра, и вы сможете ею воспользоваться. Как и все остальные видеозаписи наших вебинаров. Итак, учебник второго класса, часть первая. Это уроки 31 и 32, последние уроки перед Новым годом. Я буду цитировать отрывки из урока для того, чтобы погрузить вас в атмосферу праздника и волшебства. Итак, действующие персонажи учебника второго класса – это ворон, с помощью которого ребята знакомятся с правилами чтения и правилами грамматики. Это девочка Аня, россиянка, ровесница наших второклассников, которая вместе с родителями приехала в Англию на Рождество. Это попугай Робинзон, который тоже играет важную роль в развитии сюжета. Немножко о сюжете. Вы прекрасно знаете, что наш курс разделен на три модуля. Модуль начальной школы, средний и старший. И внутри модуля, при переходе с одного модуля на другой, мы даем возможность повторить ранее пройденный материал на фоне новизны видов деятельности, то есть в соответствии с возрастом учащихся. Итак, сюжет. Для чего он нам? С помощью сюжета мы создаем на уроке такую ситуацию, речевую, при которой использование изучаемого материала, как лексического, так и грамматического, становится оправданным. Ребята понимают, для чего им все это нужно. Они автоматически или механически повторяют за учителем какие-то слова, фразы и так далее. Итак, Ворон. Привет, Аня! В нашей волшебной стране наступает Рождество. Отметишь его со мной, Аня? Конечно, Седрик. Я ведь никогда еще не отмечала Рождество в Англии. А ты, несомненно, знаешь много рождественских игр и традиций. Ворон. Я старомоден, но постараюсь развлечь тебя как смогу. Давай позовем и Робинзона. Повеселимся все вместе. Итак, упражнение 1. Вы знаете, что основной задачей нашего учебника 2 класса – это научить ребят читать. Наряду, конечно, с формированием навыков других видов речевой деятельности. Но вот это главная сейчас задача. Итак, упражнение номер 1. Буквы играют в прятки в комнате, украшенной к Новому году. Найди буквы и звуки и назови их по именам. Ребята видят новогодние подарки перед собой. И, значит, здесь, опять же, поле для творчества учителя. Можно вырезать подарки, поднимать подарок и говорить, что «эй», «ти» и так далее. И задание номер 2. Подари каждой букве подарок с ёлки. Звук или звуки, которые она может обозначать. А далее найди соответствие между буквой и звуком. Но сделано это, видите, вот в форме такой новогодней игры. Упражнение номер 3. Посмотри на картинки и прочитай рождественские слова. Итак, слова, которые мы предлагаем. Очень такая, вы не находите, уютная картинка, в которой хочется ещё немножко побыть в этой атмосфере, в этой комнате, в которой вот так уютно, так праздничные разложены подарки, так весело сверкает ёлка, украшенная звуками. К окончанию второй четверти, вот когда мы подходим ко второй четверти, ребята наши не могут читать некоторые слова, которые нам сейчас будут нужны для выполнения следующего задания. Но они могут читать в транскрипции. Одним из наших основных принципов является развитие у ребят уверенности в своей силе, пошаговое построение заданий. То есть, работая по нашему учебнику, ребята знают, что им никогда не будет предложено задание, выполнить которое им не по силам. Они знают, что если дано задание, то будет дана опора. Все предыдущие упражнения, почему я говорю, ни в коем случае не перескакивайте через упражнение, в каждом упражнении заложена какая-то изюминка, которая строит очень такое прочное здание урока, и нельзя ни в коем случае перескакивать с упражнения на упражнение. Поэтому мы хотим, чтобы ребята уже во втором классе спели рождественскую песенку, но некоторые слова, если бы мы написали печатными буквами, они бы не смогли прочесть. И для того, чтобы сделать задание посильным, мы эту рождественскую песенку написали транскрипционными знаками. Ну, во-первых, они еще раз потренируются в чтении транскрипции, это тоже хорошо. А еще им будет, сразу же перед ними будет опора, перед глазами будет опора, которая позволит им петь песенку вместе с дикторами. Итак, в упражнении четвертом ребятам предлагается спеть с Седриком рождественскую песенку. Слова он специально записал в транскрипции, чтобы тебе было легче читать. Давай сначала прочитаем, а потом споем. Итак, давайте прочитаем, как английский диктор читает текст песенки, а затем послушаем ее. Уроки 31-32. Упражнение 4. Повтори рождественскую песенку за Седриком, а затем спой ее с ним. The kids go hap-hap-happy. Santa Claus, bring us joy. Fill the town with gifts and toys. The hands go clap-clap-clappy. The kids go hap-hap-happy. Christmas days in snowy hills. Fun and games don't let us freeze. The legs go jump-jump-jumpy. The slope goes bump-bump-bumpy. Вот мы послушали с вами, как диктор читает текст песенки. Ну, а теперь я предлагаю вам посмотреть презентацию, сделанную на эту песню, нашим талантливым учителем из Брянска Татьяной Геннадьевной Митюгиной. Татьяной Геннадьевной Митюгиной Christmas bells, happy bells, funny songs and magic spells. The hands go clap-clap-clappy. The kids go hap-hap-happy. Santa Claus, bring us joy. Fill the town with gifts and toys. The hands go clap-clap-clappy. The kids go hap-hap-happy. Christmas days in snowy hills. Fun and games don't let us freeze. Christmas bells, happy bells, funny songs and magic spells. The hands go clap-clap-clappy. The kids go hap-hap-happy. Santa Claus, bring us joy. Fill the town with gifts and toys. The hands go clap-clap-clappy. The kids go hap-hap-happy. Christmas days in snowy hills. Fun and games don't let us freeze. The legs go jump-jump-jump-jumpy. The slope goes bump-bump-bumpy. Вот такая презентация, очень приятная, новогодняя, создающая новогоднее настроение на эту песенку. Все песни записаны на диске, и в уроке они есть, и отдельно записаны, отдельным блоком на диске. После каждой песни дается караоке. То есть учителю предоставляется возможность спеть песенку вместе с ребятами. Итак, урок продолжается. Волшебство продолжается. Одна из любимых рубрик наших второклассников – «Путешествие в королевство». Ворон. Рождество в Англии, наверное, самый любимый праздник. Его отмечают 25 декабря. Вся семья собирается вместе. Если подросшие дети живут в другом городе или даже в другой стране, на Рождество они все равно стараются приехать домой к родителям. Люди идут в церковь, а потом все вместе обедают, распаковывают подарки и играют в веселые игры. Аня, я бы тоже хотела поиграть. Хотелось бы отметить, что... И опять же, учителя, которые работают по учебнику, тоже это, наверное, отметили, что в учебнике очень много так называемых воспитательных моментов. Причем делаем мы это из подволь, не менторским тоном. Обратите внимание, главное в содержании этого отрывка из «Путешествие в королевство» это то, что есть такая традиция, ее надо соблюдать, что надо дарить подарки, что не только ждать, что тебе подарит Дед Мороз или кто-то там подарит, но и ты сам должен сделать подарки. И хорошо бы это сделать такой семейной традицией, если ее еще нет. То есть, все это воспитывает личность. Итак, игры. Аня говорит, что я тоже хотела бы поиграть. Ворон, давай, я покажу тебе мою любимую рождественскую игру. Это действительно популярная игра в Англии. Посмотрите. Любимое угощение англичан в Рождество – это рождественский пудинг, говорит ворон. Готовить его долго, а вот мы с вами приготовим свой пудинг. Есть его нельзя, зато он прибавит всем хорошего настроения. Эх, помню, любили его на корабле у капитана Кука. Веселились всей командой. Итак, шестое. Поиграйте в игру «Пудинг из муки». Вам понадобится небольшое ведерко, 1-2 килограмма муки, много старых газет, несколько ложек, фартук и вишенка. Ее можно при желании заменить конфеткой. Постелите газеты на стол, на котором вы будете готовить пудинг. Плотно набейте ведерко мукой. Переверните ведерко на газеты, как куличик, и осторожно украсьте свой пудинг вишенкой. Рождественский пудинг готов. Теперь каждый игрок должен с помощью ложки осторожно отделять от пудинга небольшие кусочки. При этом вишенка должна оставаться на месте. Проигрывает тот, кто уронит вишенку. В качестве наказания этот игрок должен без помощи рук достать ее из кучи муки. Здесь и пригодится фартук. Мы проводили апробацию этого учебника второго класса в прошлом году, и в этом году тоже проводим апробацию этого учебника. Рекомендую вам, если кто-то, если кто-то еще не читал, почитать дневники учителей-апробаторов, которые находятся в разделе happyenglish.ru у нас на форуме. И вы увидите, как интересно учителя-апробаторы описывают свои уроки, и как много мы, авторы, берем из их записей. Очень внимательно следим и становимся друзьями со многими апробаторами. И вот одна из апробаторов прислала нам Галина Иванова Лосовцева. Она сегодня должна была присутствовать, не знаю, присутствует или нет. Прислала нам еще в прошлом году фотографии, как они играли вот в эту игру рождественский пудинг. Вы видите ее учеников. Это Курганинск, Краснодарского края. Вот как они сделали из ведерка куличек, вот поставили вишенку, вот стали разгребать вишенка на месте. А, Галина Ивановна, здравствуйте. Разгребать. И вот мальчик, от ложки которого упала вишенка, достает ее губами и носом. Очень смешно. Я помню, что одна из ваших девочек, вы пишете в своих записи, что она пишет, что... А что тебе больше всего запомнилось из учебника второго класса? И она написала, что вот игра рождественский пудинг. Так что я вам советую поиграть в эту игру. Я думаю, что если у вас организованный класс, ну или привлечь родителей в помощники, думаю, что будет весело. Итак, учебник третьего класса, первая часть. Каждый из учебников начальной школы состоит из двух частей. Итак, первая часть учебника третьего класса. Основной задачей уроков и предыдущих, и вот тот, который мы посмотрим, это урок 28-29, была работа с введением конструкции Дариздера, активизацией и закреплением этой конструкции. Делаем мы это с помощью опор в виде змеек, вы видите. Я думаю, вот сейчас мне апробаторы значит, помогут, что змейки помогают, потому что Дариз, это с помощью змеек мы хотели показать, что это неделимая конструкция, особенно, когда они задают общие специальные вопросы. Очень непросто задать вопрос Is there a book on the table? И what is there on the table? У нас это происходит с помощью змеек легче, потому что у нас змейка поворачивается хвостом, первым хвостом вползает предложение, а за хвостом вползает голова. И если утерялась зея, я говорю, ну что ж, хвост влез у тебя, а голова еще не влезла. Вот, пожалуйста, давай и голову присоединяй. То есть, эта опора всегда помогает. Так вот, сначала, вот Галина Ивановна не дает мне, так сказать, вам сказать неправду, действительно говорит, что помогает. А здесь мы работаем с закреплением оборота there is и вводим понятие отрицательной конструкции. Как же строится отрицательное предложение в конструкции there is? И сразу же в следующем, но поскольку они знают there is, мы говорим, что после is или a ставится no, а артикль после no не употребляется. Вот правило, а далее начинаем тренировку и закрепление этого, отработку и закрепление этого правила. И в виде тренировки предлагаем так называемую логическую загадку. То есть, одной из отличительных черт всех наших учебников, нашего курса является развитие мыслительной деятельности школьника. Вот очень красочный пример. Попробуйте и вы с нами решить эту логическую загадку. Упражнение номер один. Послушай стишок два раза и найди ошибку на картинке. Читаем стишок. Извините, пожалуйста. Вот надо было хорошо в сильном классе сделать это аудированием, восприятием на слух, потому что читает английский диктор. Поэтому ребята слушают этот стишок и пытаются найти ошибку на картинке. А после этого ребятам предлагается прочитать стишок и сказать, в каких домах живут a black bat, a grey mouse, a big cat. Задача, в общем-то, посильна, я думаю, третий классникам, таким умным, развитым детишкам. Особенно, если они поймут, воспримут не, значит, вот первое предъявление не в вашем исполнении, а в исполнении английского диктора. То есть так мы строим здание уверенной подготовки к любому национальному экзамену. То есть здесь включено и аудирование, и мышление, и контроль понимания воспринятого на слух текста. Далее идет рубрика «Уроки Ворона», в которой, как я уже говорила, объясняются правила чтения. У нас в третьем классе очень интересный, захватывающий сюжет. Для чего он, я уже говорила. Для того, чтобы создать на уроке речевую ситуацию, с помощью которой использование, изучение любого материала становится оправданным. Так вот, действует в учебнике третьего класса злая волшебница Моргана. И наши герои пускаются на ее поиски, и при этом с ними случаются разные происшествия и приключения. Итак, Ворон говорит, чтобы продолжить поиски Моргана, надо прочитать новое заклинание. То есть правила чтения у нас даны в виде заклинания. А для того, чтобы прочитать новое заклинание, запомни, буква сочетания OW в конце слова может читаться как O. Например, yellow snow. Итак, третье. Помоги Ане прочитать заклинание. Учителя-апробаторы пишут, что очень ребята стараются, потому что, естественно, это, вы знаете, как непросто овладеть английскими правилами чтения. Но вот с помощью игры это становится легче, потому что если они правильно прочитают заклинание, то тогда волшебный компас покажет, который вы видите справа, покажет им направление, в котором надо отправляться на поиски Морганы. Учитель даже может приобрести свой компас, заставить ученика читать и поставить компас так, чтобы он либо показывал правильно, либо неправильно. Учителя присылают много своих предложений, и мы видим, как наши идеи воплощаются в жизнь в очень интересных разработках учителей. Итак, вот заклинание. Заклинание всегда читает диктора. Диктор очень таинственным голосом. Послушай Седрика и произнеси заклинание за ним, просят авторы учебника. Итак, Седрик и Моргана снова где-то рядом. Наверняка захочет испортить людям Рождество. То есть Седрик говорит, Моргана снова где-то рядом. Наверняка захочет испортить людям Рождество. Аня, но до него еще долго, оно ведь 7 января. В России празднуют Рождество 7 января. Седрик, в Англии мы отмечаем Рождество 25 декабря. Это скоро. Тебе нужно сходить за подарками, а я полетаю по окрестностям. Осмотрюсь. Аня готовится вместе с семьей Диланов к Рождеству. Послушай слова и повтори их за Хьюго. Хьюго – это один из героев учебника. Christmas – a window, tie – under, a Christmas tree, a snow girl, Santa Claus, snow, a teddy bear, a present. Вот сейчас последует очень интересное упражнение. Аня и ее друзья отправились на прогулку. Послушай их разговор и отметь галочкой на рисунках в рабочей тетради, что они увидели. Это первое предъявление. Вот сейчас вы послушаете, как диктор читает этот текст. Обратите внимание, что текст читают ровесники наших ребят. Я уже говорила, те, кто посещает мои вебинары, что все тексты записаны в профессиональной лондонской студии, начитаны профессиональными актерами. И мы с вами дальше еще будем слушать, обратим внимание на отличия в произношении детей и взрослых. Обратите внимание, делаем мы это с той целью, чтобы ребята наши никогда не терялись, а привыкали и к нормальному темпу, и к особенностям произношения того или иного диктора, и не терялись. Итак, значит, первое предлагается прослушать разговор и отметить, то есть аудирование с заданием, и отметить на рисунках в рабочей тетради, что они увидели. Упражнение 6. Послушайте, что они увидели. Look at the shop. It's so beautiful. There are teddy bears in the window. There are Christmas presents in red and green boxes. And there is a toy Santa Claus in the window. But there is no snow girl. What is a snow girl? In England, there is no snow girl. In Russia, she is Santa's granddaughter. Look, there is a tall Christmas tree at the door. There are very nice toys in the tree, too. But there is no snow in the street. In Russia, there is snow in the street at Christmas time. Вот согласитесь, что задание и сам текст уже довольно приличные, довольно сложные для учеников третьего класса. Значит, полтора года они изучают, по два часа в неделю. И вот апробаторы напишут, справились ребята с этим заданием или нет. В общем-то, очень такое достойное задание. И если ребята без труда справились, то это, в общем-то, наверное, аплодисменты авторам. Потому что и учителю, который добился того, что ребята уже хорошо работают с такими текстами на слух. Аудирование мы занимаемся на каждом уроке практически. А теперь в упражнении 7 ребятам предлагается прочитать разговор друзей и найти отрицательные предложения. Здесь их всего два. Почему так сделано, вы поймете чуть позже. Кстати, вы как-то никак не отреагировали на первую песенку. Вот тут мы попросим нашего ассистента во время песенки. Так немножечко запись прерывалась. Но эта песенка, я знаю, выложена Татьяной Геннадьевной на методисты.ру, по-моему, она еще выложила эту песенку. Так что, если понравилось, познакомьтесь с ней. И напишите свои отзывы, нам же интересно, как авторам. Работаем дальше в этом же уроке. Вырежи рисунки из раздела «Вырежи» в рабочей тетради и расположи их на картинке так, чтобы она соответствовала тому, что увидели Аня и ее друзья, имея в виду в витрине, то есть на предыдущей странице. Вот ребята расположили эти рисунки, и учитель смотрит. Ходит, проверяет. А упражнение 9, следующее задание усложняется. Расположи новогодние принадлежности в другом порядке, то есть опять же то, что было на витрине. Опиши свою картинку соседу по парте, но не показывая ее ему, то есть с использованием оборота «За рис», да? «Твой друг должен по твоему описанию расположить свои рисунки в таком же порядке, как и ты». Образец «There are terrible under the tree». В домашней работе, в учебнике третьего класса домашние работы находятся в самом учебнике, в учебниках второго и четвертого класса, это из-за объема у нас было сделано, находятся домашние задания в рабочих тетрадях. Итак, домашнее задание. Найди соответствие между русскими и английскими предложениями. Для нас очень важно, чтобы ребята умели переводить с английского на русский и обратно. Вот этой задаче посвящено упражнение номер 1. Дальше упражнение номер 2. Исправь текст так, чтобы он соответствовал картинкам. Добавь или зачеркни «но» там, где это необходимо. Посмотрите, сначала у нас было более легкое задание, это более сложное. «There is no dress in the box», «There are no presents under the Christmas tree», «There is no car at the tree», «There is a doll on the table», «There is a Santa Claus on the roof». То есть продолжается активизация закрепления лексики и конструкции «there is, there are» в утвердительных и отрицательных предложениях. И последнее очень интересное задание, которое потребует от ребят очень большой сосредоточенности. Значит, опять же, мы возвращаем ребят к диалогу, который мы с вами слушали в исполнении английских дикторов, когда они рассказывали, что они видят на витрине, и даем следующее задание. «Моргана подслушала разговор друзей и воспроизвела его неправильно. Отрицательные предложения сделала утвердительными, а утвердительные – отрицательными. И прекрасная витрина с игрушками исчезла. «Колдовство разрушится, если ты запишешь, что сказала Моргана». То есть надо сделать всё наоборот. Итак, образец. Первое было «Look at the shop. It is so beautiful». Первое было предложение. А ребятам предлагается сделать так, то есть то, что сказала Моргана. «Don't look at the shop. It isn't beautiful». То есть вы понимаете, сколько зайцев мы тут сразу убиваем. Тут и игра, тут и приключения, а тут ещё тренировка всего грамматического материала, пройденного в течение первого полугодия. Так, продолжаем. Итак, новая встреча с новой песней. Бетти и Хьюга сочинили рождественскую песню. Послушай волшебную палочку и повтори за ней новые слова, которые встречаются в песне. Вот здесь они, эти слова впервые встречаются, но ребята уже могут их прочесть. Сейчас вы послушаете текст песни, и я вас ещё призываю обратить внимание на особенность произношения звука «у». Он становится, читает девочка, ей 14 лет. И вот эту тенденцию я уже замечаю в течение нескольких лет, бывая в Англии. Молодёжь очень более узко и мягко произносит звук, как мы говорили «у». Это уже не звук «у», а звук «у». «У», «Ту», «Ху». Послушайте, обратите внимание, я говорила с пожилой актрисой, которая, вы услышите её дальше, читает стихотворение. Она говорит, что да, это отличительная черта. Появилась действительно лет, так сказать, пять назад, когда молодёжь стала более узко произносить звук «у». Послушаем текст песни. Упражнение шесть. Послушай рождественскую песню и повтори её, забытьте. 1, 2, 3, 1, 2, 3, what is there on the Christmas tree? 1, 2, 3, 1, 2, 3, there are beautiful toys on the Christmas tree. 1, 2, 3, 1, 2, 3, is there a shining angel on the Christmas tree? 1, 2, 3, 1, 2, 3, there is no angel on the Christmas tree. 1, 2, 3, 1, 2, 3, is there a star on the Christmas tree? 1, 2, 3, 1, 2, 3, there is a golden star on top of the Christmas tree. 1, 2, 3, 1, 2, 3, what is there under the Christmas tree? 1, 2, 3, 1, 2, 3, there are presents for children under the Christmas tree. 1, 2, 3, 1, 2, 3, who is there around the Christmas tree? 1, 2, 3, 1, 2, 3, there is my family and friends around the Christmas tree. 2, 3, 4, 2, 3, 4, who is there behind your door? 2, 3, 4, 2, 3, 4, there is Santa Claus behind my door. Вот такая песня, вы чувствуете, что она уже сделана в темпе вальса. И здесь можно даже вместе с песней разучить с ребятами вальсы. Было бы здорово, если бы на новогоднем утреннике кружили пары в вальсе. Это, конечно, здорово. Кстати, хочу обратить внимание, иногда, но в следующих изданиях учебника мы поправляем, слова немножечко не совпадают с тем, что поёт исполнитель. Но это, понимаете, дело в том, что слова это одно, а когда они не укладываются в размер, тогда приходится немножечко изменять. Но ничего страшного в этом нет. Пожалуйста, вот кто-то уже пишет, великолепная песня мы уже почти выучили, выучили на продлёнке. Спасибо воспитателю на утреннике пели. Действительно, надо будет взять на заметку, да, мы выбрасываем, когда поём. Ну так вот, те, кто уже воспользовались, очень здорово, я очень за вас рада. Давайте вместе послушаем песню и пишите ваши впечатления о песне. Итак, слушаем, презентации нет. Прошу вас, вашей благодарностью за вебинары будут и презентации, а ещё лучше, если вы мне пришлёте запись, как ваши дети поют наши песни. Это лучшая благодарность, лучшее поздравление с днём, хотелось сказать, с днём рождения, с новогодними праздниками. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Урок это кирпичик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А дальше «Ответь на вопросы». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детиклассников, которые занимаются со второго класса по нашему курсу. Не такие уж сложные слова здесь. Это, во-первых, очень милая песня. Конечно, ее можно взять и в четвертом классе, и в пятом, и в шестом, и все это будет очень мило. Теперь о том, что... Кто исполнитель? Исполнитель не Марианна Кауфман, а исполнитель песен для начального блока и для старшего класса, 10-го, 11-го, вот эта прекрасная песня «Just in my dreams» и «Leave the autumn», Валентин Саммохин и ансамбль, профессиональный ансамбль, с которым мы работаем. О среднем звене, там поет девочка, но это не Марианна Кауфман, я расскажу, когда мы дойдем до песен, которые исполняет она. Об отдельном, об отдельном, значит, альбоме. Вы понимаете, тут еще имеет смысл и... Ну, как это мне... Я тоже учитель, преданный своему делу, преданный своему делу и до конца останусь преданной ему. Ну, понимаете, здесь еще и есть коммерческая сторона. То есть мы знаем, что наши учебники почему-то рвут на части, в смысле, но здесь, там столько находок, как-то даже хватает на всех. Кому песни, кому домашнее чтение, кому интересные истории, интересные игры. У нас же там более, по-моему, я не знаю, 40 игр в курсе в нашем и так далее. И все это придумано нами. Дело в том, что мы бы хотели, чтобы взяли наши учебники и работали по ним, и тогда учитель найдет там и тексты, и домашнее чтение, и песни. Причем на каждом диске песни собраны в отдельный блок. Но я не открою Америку, если вы хотите иметь диск с нашими песнями, просто из каждого диска возьмите этот блок, у вас будет диск с песнями. Но иногда бывает даже немножко обидно, когда говорят, я занимаюсь по-другому ОМК, но с удовольствием пою ваши песни. А почему вы не возьмете наш ОМК? А чем он хуже, чем ОМК других авторов? Спасибо, Ирина. Морчение очень-очень искренне и в лоб. Итак, значит, идем дальше. Идем дальше. Теперь учебник третьего класса, первая часть. Еще раз обращаю ваше внимание, что учебник, наши учебники все, и второго, и третьего, и десятого, и одиннадцатого, да все, обладают огромным воспитательным потенциалом. И воспитательным, и в смысле познавательной деятельности. То есть мы действительно развиваем наших ребят. Вот посмотрите опять любимая рубрика школьников. Начальный класс «Путешествие в королевство». Это урок 30. Дальше. Продолжаем праздновать Рождество. Не просто песенку выучили и забыли, а продолжаем праздновать Рождество в рамках урока. Подарки на Рождество английским детям приносит Санта-Клаус. Он кладет их в чулки, которые дети вешают у камина вечером накануне Рождества. У Санта-Клауса нет снегурочки, но есть помощники. Английские дети верят, что на Санта-Клауса работает целая фабрика гномов и эльфов, которые делают игрушки по детским заказам. Но самые преданные помощники Санта-Клауса – это северные олени, которые запряжены в его летающие сани. Прочитай имена северных оленей. У каждого оленя есть имя. Обратите внимание на слово «раиндия». Ребятам это очень пригодится, потому что вы можете в умном классе сказать, что слово «дия» употребляется в форме единственного числа, но в значении и единственного, и множественного числа. Но всегда форма единственного числа – это очень важно. Итак, имена северных оленей, которые читает английский диктор. Даша, Данса, Пронса, Виксон, Каннет, Кьюпид, Дона, Блицсон, Рудолф. Ну вот я уверена, что учителя, значит, подобные нашим апробаторам, вот, например, Ольга Слесаревская написала в одной из своих дневниковых записей, что они там проходили, изучали волынку, шотландскую волынку, так все принесли там по 20-30 страниц из интернета, родители им накачали и сказали, что передай учительнице, пусть только пятерку не поставят, не надо так усердствовать, конечно. Но все же интересное, что ребята узнают, они, конечно, хотят дополнить. И вот из интернета, и дальше она написала, что один папа изготовил волынку, мальчик принес, и он демонстрировал. Очень здорово. Конечно, мы не настаиваем, чтобы отнимать время у родителей и у детей, это, конечно, очень здорово, но главной нашей целью было, чтобы у учителя, создать учителю вот именно комфортные условия наш учебник создает, потому что учителю ничего не надо додумывать, придумывать, искать, вырезать. Все есть в учебнике, открывай и работай. Ну, конечно, это очень здорово. Так вот, по поводу вот этих северных оленей, тем более вот Рождество и так далее, ну, конечно, здесь имеет смысл, потому что в интернете очень много интересных рассказов о вот этих северных оленей, о том, как появились эти имена северных оленей. То есть, если ребята любознательные, то можно дать им это знание вместе с родителями, значит, поискать и так далее. И, возвращаясь вот к записям апробаторов, очень просто вот это, ну, понимаете, это бальзам на наши раны, а действительно у нас бывает больше вот таких рабочих будней, и очень много бывает и огорчений, а не только праздников, когда, опять же, Ольга Слесаревского в своем дневнике написала, что ученик отсутствовал месяц, но пришел абсолютно ничего не пропустил. Вы представляете, что такое месяц для, особенно малышни, он с мамой дома занимался. То есть, одной из основных нашей целей было, что дать вот эту автономность, чтобы дать возможность ученику, его маме, если вот что-то случилось, вот такие случаи, проболело и так далее, чтобы не отстать, ведь это все, это можно здесь ставить точку, если месяц ребенка не было. Но здесь месяц ребенка не было, он пришел, не пропустив ничего из того, что проходилось, и вместе зашагал с ребятами дальше. Валентина Алексеевна Сливень тоже писала о том, что пропускают ребята, но поскольку учебник дает возможность и самостоятельно дома заниматься вместе с диском, то ребята проходят действительно без пробелов в материале. Вот Галина Ивановна пишет, что сегодня только проходили про северных оленей. Это действительно очень интересно, я думаю, было интересно, ребята. Дальше, а дальше идет задание, познакомились, и сначала ребятам предлагается, как всегда, самим попробовать себя, то есть прочитай имена северных оленей. Прочитал, а дальше, тут еще проверяем, насколько они честны, послушай, как Диана называет северных оленей по именам, и в рабочей тетради закрась тех, чьи имена ты правильно прочитал. В твоей сане запряжено столько оленей, сколько имен ты прочитал. Здесь можно сделать так, сначала по цепочке ребята прочитали имена северных оленей, а дальше учитель предлагает теперь попробовать, вот, например, троих вызывает, я там не знаю, попробовать себя, как вы, значит, ребята, кто хочет закрашивать имена северных оленей, сравнив свое произношение, не произношение, а правильность прочтения с диктором. То есть сначала читает ученик, дальше пауза, и дальше вы включаете запись, где это же имя произносит диктор. Вот тогда наглядно увидите, правильно или неправильно, или на доске вызвать одного ученика и предложить ему закрасить имена оленей и так далее. А может быть, вы что-то еще придумаете, чтобы действительно... Вот здесь настоящая проверка сформированности навыка техники чтения. То есть он сначала пробует, а затем диктор как контроль. Итак, упражнение 3. Посмотри на картинки и скажи, что можно делать в Англии на Рождество. А что делать не получится. Все эти глаголы и сочетания ребята проходили, и фразы у них должны быть такие, что... At Christmas time children can sing songs. At Christmas time children can dance, can visit friends, can play funny games, can give presents, can skate, but they can't swim in the sea, for instance. Да? Вот можно и так. То есть упражнение идет за упражнением. Одно логически вытекает из другого. И не только упражнение. Слово нельзя выпустить из предложения, если вы хотите, чтобы ребята показали хорошие результаты и вышли на тот уровень, который прогнозировали авторы. В нашем полку пребывает и кто-то только что появился, поэтому... Ольга, Ольга Лу, hello, конечно, hello. Итак, учебник 3 класса, первая часть. Робинзон, он путаник, он все путает и опять что-то перепутал, что он что-то натворил с волшебной палочкой, по-моему, она перестала работать. Вот Галина Ивановна мне подскажет. И ему так стыдно, что он улетел погостить в Африку. Прочитай его письмо и отметь, что может делать Робинзон в Рождество. То есть, вы видите, даже в третьем классе мы пытаемся сделать письмо неформальным, расцветить как-то речи и добавить. И это образец письма, так сказать, из подволь начинаем готовиться и так далее. Итак, опять же, в третьеклассникам предлагаем поиграть в игру, что в рождественском мешке. Значит, подготовка к этой игре следующая. Ставится рождественский мешок, в него кладутся подарки. То есть, здесь два варианта. Вот первый вариант, который мы предлагаем, второй вариант может быть ваш. Посмотрите, что предлагаем мы. То есть, ребята не видят, то есть, мешок чем-то наполнен, но ребята не видят, что в рождественском мешке здесь немножко другая цель. Вот Галина Ивановна пишет, он нашкодил, оживили моргану. Галина Ивановна лучше меня помнит. Итак, они не видят, что в рождественском мешке. У нас здесь другая задача. Посмотрите, первый игрок говорит. In the Christmas bag there is. У нас there is главное. И называет любой предмет. Чем смешнее, тем лучше. A cat, a bag, a tiger, whatever. Следующий игрок должен повторить название подарка первого игрока и назвать свой подарок. There is a cat and there is... И обязательно повторяю, there is. There is a cat in the Christmas bag and there is... Well, I don't know. A bloom in the Christmas bag. Третий игрок называет уже три подарка. Тот, кто забудет название подарков предыдущих игроков, выбывает из игры. Вот такой наш вариант. Может быть, и другой вариант. Вы можете сначала перечислить предметы, затем их положить. Значит, сначала один ученик перечисляет предметы или по цепочке. Затем вы кладете в рождественский по одному мешок подарки. И один говорит, there is a book in the Christmas bag, there is a pen in the Christmas bag, there is, well, I don't know, a ring in the Christmas bag, a dress, a box и так далее. А затем соревнования, кто помнит больше названий подарков, которые положили в рождественский мешок. There is a bag in the Christmas bag, there is a tie in the Christmas bag и так далее. То есть, варианты возможны. Мы хотели, чтобы, значит, научить ребят слушать. Слушать можно, можно, даже вот я хочу сказать, вот это будет дальше, но я бы, например, две команды с рождественскими мешками, и каждая команда угадывает, у другой они уже знают образование общих вопросов, да, и начинают, is there a book in the Christmas bag, если он угадывает, ребята вынимают. То есть, побеждает та команда, в чьем мешке окажется больше не востребован в подарках. Может и так, вот видите, я тут генерю прям вместе с вами. Могу еще вам вариант 3, 4, 5 назвать. Вот буквально вот сижу перед камерой, перед которой нежелательно двигаться, но придумываю, если вам нужны еще варианты, ради бога, пожалуйста. И дальше в домашней работе мы предлагаем, ответь на вопросы, нарисуй свои ответы. What is your dream present? What present can you give to a mom? What present can you give to a dad? What present can you give to a brother and sister? То есть, незабываемая о родственниках, забота о родителях, забота о старших, забота о бабушке, о дедушке, забота об одинокой соседке. Очень важно. Воспитательный момент очень силен в наших учебниках. Урок номер 12. Продолжается рождественская сказка. Это учебник, учебник, это у нас учебник был третьего класса, и мы переходим с вами к учебнику четвертого класса. Кстати, пожалуйста, вы можете писать мне вопросы, свои предложения. У нас очень продуктивный был утренний семинар, когда училия писали и вопросы, и предложения, и просьбу, что-то там подсказать, рассказать и так далее. Пожалуйста, с удовольствием это сделаю. Итак, учебник четвертого класса, первая часть. В Великобритании скоро наступит Рождество. Аня рассматривает подарки вместе с Седриком. Послушай, какие бывают подарки, и повтори их название за Седриком. Значит, обратите внимание вот на правую сторону. Здесь перечислены подарки. То есть вот мы сначала подсказываем, какие же могут быть подарки. А дальше мы будем заниматься трансформацией, то есть расширением предложения, и предлагаем прилагательные, которые ребятам нужны будут для составления предложений. round, expensive, small, noisy, children's, soft, и, само слово, present. Далее. Назови как можно больше определений для каждого подарка. То есть работаем с предыдущей страницей, вот, которую я вам назвала, то есть a sweater, a doll, a clock, и предлагаем, значит, придумать определение к подаркам. Ведь вы же понимаете, чем мы с вами занимаемся, и произносительными навыками, и закрепляем лексику. А ребята описывают свой подарок. A radio, noisy, expensive, great, small. То есть вспоминаем определение, вспоминаем прилагательное. Упражнение номер четыре. Поиграйте вчетвером. Один из игроков загадывает подарок. Остальные задают вопросы и пытаются догадаться, что за подарок загадал игрок. То есть групповая работа. Is it big? Is it soft? Is it expensive? Is it green? А дальше, последний, если он сдается, то он говорит, I give up. Можете так сказать, I give up. What is it? И ребята дают ответ. Упражнение номер пять. Напиши в рабочей тетради, какие подарки тебе нужны для членов твоей семьи. Забота о ближних – очень важный момент в жизни. И упражнение номер шесть. Напиши в рабочей тетради, что и кому ты или вы всей семьей подаришь. Подарить. И образец. Кстати, они вот совсем недавно проходили. Что-то со звуком происходит, пишут. А как у вас тут со звуком? Еще напишите. Вот говорят, что-то не слышно. Но вот видеозапись будет выложена в рубрике видеозаписи вебинаров. Посмотрите, как у вас со звуком. У других ничего? Прекрасно, тогда я продолжаю. «We'll give mom a bottle of perfume». Мы в четвертом… Вот как раз они недавно закончили тему «Future». «Future» – очень интересная тема, очень интересно подобрана она. Спасибо. И поэтому вот такие предложения они составляют. Что вы подарите своим близким? Итак, идем дальше. Учебник четвертого класса, первая часть, урок тринадцатый. Помоги Санта-Клаусу определить столицы этих стран, соедини название страны и ее столицы. Опять занимаемся развитием кругозора, эрудиции, такого познавательного потенциала. То есть перед вами «Santa's address book» – города, Амстердам, Лондон, Хелсинки и так далее, и название стран. Естественно, развиваем, развиваем. Мы с вами учителяем иностранного языка, как всегда, на передовой. Мы учим всему, и даже географии, и столицы, и страны, и так далее. То есть делаем «match», да, это в формате национального экзамена. Дальше упражнение номер два в четвертом классе. Предлагаем ребятам, а что ты знаешь о Новом Годе и Рождестве? Задание в форме, опять же, национального экзамена «multiple choice». What are the colors of Christmas? Possible answers. Red and yellow, black and gray, red and green. They can say all together, probably. So all the colors which are possible, и так далее. Дальше. What is Santa Claus's name in Russia? Дед Мороз, Святой Николай, the Snow Queen. Where can Santa Claus put his presents in Britain? In boots, in stockings, under the tree. Where can Santa Claus put the presents in Russia? In boots, in stockings, under the tree. Who is always with Dед Мороз? The Snow Queen, Snow Girl, a dog. Who is always with Santa Claus? The Snow Queen, his reindeer, cats and dogs. И предлагается игра. Поиграйте игру в четвером. Ой, поиграйте игру втроем, извините. Один игрок водящий, два других – Санта-Клаусы. Первое. Санта-Клаусы вырезают мешки и подарки из раздела «катал». То есть все уже вырезано. Но можно не вырезать мешки, можно мешки живые принести. А подарки, изображение подарков вы вырезаете. Каждый Санта-Клаус заполняет свой мешок шестью любыми подарками. Они делают это так, чтобы водящий не видел подарков. Второе. Водящий называет подарки из списка в любом порядке. То есть там 16 подарков и перед водящим список. Он их называет. Если у Санта-Клауса есть называемый подарок, он выкладывает его из мешка. Побеждает тот Санта-Клаус, который первым выложит все подарки. А все это, естественно, зависит от ведущего. И Санта-Клаус, конечно, должен знать название подарков, которые находятся у него в мешке. То есть ведущий дает Санта-Клаусам два мешка и начинает называть подарки. Вот такая игра в четвертом классе. Вот кто-то тут что-то уже пишет. Пишет все хорошо. Интересно узнать ваше мнение. Если ребенок приходит без домашнего задания, это повторяется из урока в урок. Как бы вы поступили? Советуют. Работая по другому учебнику, уже захотелось перейти на ваше. Welcome. Не пожалеете. Переходите. Оставьте его после урока. Пусть при вас делает домашнее задание. Очень интересное образовательное задание. Я говорю, молодец, так и надо. Зачем? Готовится иногда, это срабатывает. Вы знаете, вот я проработала учителем 23 года, общая образовательная школа, до сих пор репетитор. Я не могу, считаю, что я не вправе быть автором, если я каждый день не проверяю то, что я сделала на практике. Значит так. Ну вот знаете, я, наверное, настолько была увлечена предметом, что у меня вот редко было такое, что ребята приходили без домашних заданий. Даже вот в свое время у нас ведь город Обнинск, и у нас это первый наукоград России. У нас атомная станция, много научно-исследовательских институтов и так далее. У нас приехали ребята, это было где-то лет 20 назад, со всех атомных станций России. И Шевченко, начиная с Билибина и заканчивая югом России. И вот эти мальчишки, у меня было 10 медалистов в классе выпуска, я была классным руководителем, и, в общем-то, довольно слабо знали язык. Итог был такой. Трое поступали, мы работали два года на иностранный факультет, потому что толковые ребята. Мы с ними занимались, конечно, где-то три раза в неделю. Я еще была молода и полна сил. Это было лет 20 назад, значит, еще, да, силы были. Вот, и они мне не позволяли пропускать даже вот так вот. Я понимаю, малышня, значит, не наказывать, а только заинтересовывать, только играть, только добром. Понимаете, я к тому, что у меня не было такого. То есть не было, что ребята не выполняли, а наоборот, просили все больше и больше. То есть добром, добром. Показать ему, что это нужно будет, только стараться, ну, хотя бы научить его читать, хотя бы, чтобы он работал на уроке. Ну, может быть, у него какая-то ситуация и так далее. Я вас понимаю, очень сочувствую. Ну, как-то надо выходить из положения. Но это, если он на уроке как-то работает и так далее, ну, что поделаешь. Потом, может быть, втянется, потому что наши учебники, в общем-то, дают такую возможность, предоставляют такую возможность. Вот, говорит, игра отличный способ. Я говорю, молодец. Так она, зачем готовиться? Надо это сработать. Правильно. То есть не наказывать. Не наказывать. Все-таки хочется, чтобы они полюбили язык так и были преданы ему так, как любим его мы, как преданы ему мы. И вы, раз вы слушаете меня. Итак, сейчас мы послушаем очередную песню. Песня эта из четвертого класса. Немного вот о песне самой. Вы знаете, я вам открою секрет. Вот в данный момент это моя любимая песня. Почему, не знаю. Как-то она созвучна моему настроению. Может быть, она будет созвучна и вашему. Вы мне скажите после того, как послушаете. Она, понимаете, не имеет возраста. Она будет хорошо смотреться и слушаться. И я уверена, что выучат ваши ребята. А не выучат ничего страшного. Это, в общем-то, для создания песни, для создания настроя эмоционального. Не выучил. Ну, у кого-то с памятью не так. Прочитал хорошо. Прочитал с выражением. Спел с опорой на текст. Всё. Он вырастет постарше. Где-то задумается, встретится. Ещё о песнях. Вот перед тем, как мы послушаем эту. Вы понимаете? Ещё раз повторяю. Все эти песни созданы специально для этого учебника, написанной Марианной Юрьевной. Да, есть аутентичные песни. Начиная с Jingle Bells и We Wish You a Merry Christmas. Да. Первое. Я считаю, что наши песни не хуже. Они более лихи для восприятия, потому что мы знаем менталитет русскоязычных ребят и знаем, что им будет легко, а что не так легко. Вот. Поэтому мы считаем, что мы ни в коем случае не против того, если вы, естественно, учите аутентичные песни. Но думаем, что вот я говорю, что наши, поскольку они вплетены в сюжет и в тело урока, они действительно неотъемлемая составляющая. И вот эта песня, она, вы понимаете, она без возраста. Она без возраста. Она просто очень приятная. И я уверена, как я нашла наши песни для старших классов Just In My Dreams и Leaves of Autumn в Ютьюбе, где пишут, что прикольная песня, крутая песня, обязательно послушать. Я думаю, эта песня тоже займет свою достойную песню. Жду ваших презентаций на эту песню. Жду, если она вам понравится, так же, как мне. Жду исполнения. Может быть, это могут сделать и восьмиклассники, и девятиклассники, и десятиклассники. То есть песня без возраста просто как-то вот так получилось. А текст нужный нам в четвертом классе. Вот давайте послушаем, а потом, значит, вот тут присоединимся к дискуссии. Мне очень приятно, что вы поднимаете больные для вас вопросы, потому что вы верите мне, верите учебнику нашему. И это очень отрадно. Давайте послушаем песню. Повтори текст рождественской песни за Дианой. Дианой. Повтори текст рождественной песни за Дианой. Немная песни за Диана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой подарок вам, учителям, от нас, авторов. Я думаю, что она в любой обстановке очень красиво прозвучит. Она находится на диске для четвертого класса. Это действительно создает настроение. Я рада, что текст Марианы Юрьевны, а музыка моя и Валентина Самохина и его ансамбля доставили вам несколько приятных минут и создали вот это предпраздничное настроение. Хочу обратить ваше внимание, что музыка живая. Вот песни пятого-девятого класса, там немножко вот она... Я пою с трёх лет, но, к сожалению, не знаю нот. И тонко чувствую музыку. Вот так получилось. Не было возможности. Но вот это живая музыка. Работа над песней занимает 3-4 месяца. Работаем с исполнителем, работаем... Вы знаете, мы пробовали работать с англичанами. Ни в какое сравнение не идёт с нашими. Потому что у них язык, а у нас душа. И у наших исполнителей душа. И всё они делают как-то вот более с душой, более профессионально. Кто-то остался... Не волнуйтесь, оставайтесь ещё, ещё 15 минут, и вы сможете уйти. Вот поэтому... Вот я немножко сбилась. Но ничего страшного. Значит, хочу сказать, что... Любое дело должна вкладываться душа. А вот душу мы вкладываем, когда работаем с российскими исполнителями. И вот сейчас мы переходим с вами к шестому классу. И это будет последний. Тот, кто остался в школе один и жаждет, и боится там остаться. Значит, учебник шестого класса. Сначала мы предлагаем... Значит, решили, что шестиклассники уже довольно взрослые ребята. Вы видите в углу обложку учебника шестого класса с уголком. Вот таким зелёненьким. Это означает, что это учебник в ГОС. Но я писала на форуме много об отличии учебников в ГОС, не в ГОС. Но тексты остались всё те же. Там, так сказать, небольшие изменения. Есть ничего страшного. И в шестом классе мы решили пошутить с ребятами. Урок называется No Christmas for Him. Сначала лексика. Нонсенс. Shop till you drop. Two. Упражнение номер два. Один из главных героев модуля средней школы – это агент Кьют. Итак, agent Kьют is listening to Rosie. He has some ideas about Christmas. Listen to his song and answer the question. Does Kьют like Christmas? Далее мы предлагаем прочитать песню, текст песни, и ответить на вопрос. Which of these things does Kьют like? Which of them doesn't he like? И предлагаем на выбор. Watching TV. Shopping. Looking for presents. Going to parties. Cold weather. Getting a Christmas tree. Итак, вот я говорю о песнях, но ведь есть и непоющие дети, поэтому любую песню можно, чтобы они вам прочитали выразительно как стих. Вот почему люблю эту песню? Это образец актерского мастерства, я имею в виду англичан-актеров. Вот они передали дух того, что мы хотели, и сделали это мастерски. Давайте послушаем, как диктор читает стихотворение. Агент Кьют is listening to Rosie. He has some ideas about Christmas. Listen to his song and answer the question. Does Kьют like Christmas? Christmas nonsense. Oh, this Christmas nonsense. When will it stop? You go to the high street and shop till you drop. You look for some presents, but what can you buy? You write letters to Santa, but he'll never reply. You have to go to parties when you can watch TV. You go out in cold weather and get a Christmas tree. So thank you, but never. No Christmas for me. Это образец прекрасного исполнения стихотворения. Просто блестящий актер прочитал стихотворение. И теперь мы с вами... Мы хотели рассказать, вот поговорить с шестиклассниками, уже как со взрослыми ребятами, что Christmas, это уже, наверное, в шестом классе не верят в Деда Мороза, а, сказать, рассказать, что Рождество сопряжено и с определенной суетой, вот это вот выражение, shop till you drop, Christmas nonsense. Все это пригодится ребятам. И вот сейчас вы будете слушать песню. Песни среднего блока исполняет солистка ансамбля «Веселый дилижанс» Маша Разумная. В то время она была тоже ровесницей, где-то ей было лет 13, да, наших шестиклассников. Сейчас это самостоятельная группа, называются они, они профессионалы. Все закончили специальные учебные заведения. Маша, по-моему, Институт искусства закончила. Эта группа сейчас называется My Sisters Band, как я сказала. А хотелось бы чуть-чуть сказать об их руководителе. Вот это действительно настоящий патриот, Михаил Юрьевич, настоящий подвижник Михаил Юрьевич Гвоздев. Он, ребят этих, берет где-то с 7-8 лет. Это уже третий состав. И воспитывает их, ставит им пальчики. И действительно, это потом становится профессиональным ансамблем. Ребята выступают очень много в Америке. Первая его группа называлась «Веселый дилижанс». Потом они уехали в Америку, назывались «Берингов пролив», номинировались на премию Грэмми. Вот это солистка из второго состава, Маша Разумная. Сейчас у него третий состав. Прекрасно ребята выступают. То есть это пример того, что у талантливого учителя, талантливый учитель воспитает талантливых учеников, профессиональных актеров из практически любых детей с очень средними данными. Маша, с Машей мы работали очень долго и очень тяжело и ставили практически каждое слово, каждый звук в слове. Поэтому вот, но у нее прекрасный голос, прекрасный слух и прекрасный вкус. Поэтому вот вы сейчас услышите то, что получилось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за ваши отзывы. Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это тоже все пригодится. Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Тут идет, так сказать, свой между собочек. Я смотрю, дискуссия идет. Молодцы, Галина Ивановна, спасибо, помогайте. Дальше, в домашнем задании предлагаем ответить на вопросы. Далее, what do you think? What's the difference between New Year and Christmas in Russia? Prepare short story. What Christmas, New Year traditions do they have in Russia? А все это, видите, я вам показала начальный блок, как мы пошагово шли к этим сообщениям. Значит, prepare short story. What do you think? И последнее, complete the sentences and get ready to tell your classmates about Christmas in Russia and Great Britain. И тоже не бросаем, ребят, просто на этом, а опоры даем. In England, Christmas time begins in November and in Russia. In England, they celebrate Christmas on and in Russia. In England, they celebrate Christmas with their families and in Russia. In England, they buy presents and Christmas trees before Christmas and in Russia. In England, children write letters too and in Russia. In England, children find their Christmas presents in and in Russia. In England, there is on the table and in Russia. То есть, прекрасная опора, прекрасная опора, это вот эти сообщения, которые послужат для хорошего монолога. Итак, в заключение, сейчас мы еще на прощание послушаем, какую песню вы хотите послушать. Если вы не изъявите желание, то, значит, я вам заведу свою любимую песню. Мы готовы вам любую из вами прослушанных еще раз поставить. Итак, хочу сказать, поздравляю нас всех вместе с вами. Вчера вечером был подписан федеральный перечень. Все наши учебники happyiglish.ru находятся в федеральном перечне рекомендованных. Это я уже говорила, намного ценнее, чем допущенные, потому что допущенная часть линии, не вся. А у нас вся линия со 2 по 11, они находятся в федеральном перечне в списке рекомендованных на 2013-2014 учебный в год. Учебники в ГОС 2, 3, 4 классы имеют номера. Запишите, потому что это жутко трудно в этом перечне, который состоит из, я не знаю, огромного количества страниц, найти свое. В ГОС 2, 3, 4 класс номера 213, 214, 215. Пятый, девятый класс номер 794, 798. Десятый, одиннадцатый класс и номер 2060, 2061. Федеральный компонент, учебники федерального компонента плюс пятый класс, первый год обучения, находятся тоже в федеральном перечне. Там написано, соответствует федеральному образовательному стандарту и федеральному компоненту. Федеральный компонент, у нас второй, четвертый, это сразу в ГОС. А вот федеральный компонент пятый, девятый класс, номер 1544, 1549. Десятый, одиннадцатый классы, 2293, 2294. То есть, десятый, одиннадцатый и в ГОС, и федеральный компонент. Обращаю ваше внимание, что я на прошлой неделе, 14 декабря, проводила вебинар. Особенности, отличия учебников 10-11 класса ФК, федеральный компонент, от в ГОС. Там есть отличия, какие изменения произошли. Все это показывала, рассказывала. Ко мне уже обращались учителя с просьбой прислать современные материалы, потому что, вкратце скажу, что в 10-м классе мы ввели рубрику экзем ноу-хау, но она не полностью копирует рубрику 11-го класса. Там есть изменения. А в 10-м, в 11-м классе мы написали новую рубрику готовься к экзаменам. То есть в каждый юнит вложили совершенно новые задания. Учителя, которые имеют выпускные классы, я думаю, что вам это будет очень познавательно и нужно и полезно. Поэтому воспользуйтесь этим. И, значит, последнее, вот перед вами сейчас будет вот это бесплатные интернет-ресурсы, которыми вы можете пользоваться. Еще раз повторяю, видеозаписи вебинаров мы все моих выкладываем в мои, прям там под зеленой точкой, видите, видеозаписи вебинаров по mk.happyenglish.ru. Этот вебинар мы тоже выложим, там же находятся в моем разделе онлайн-дневники отчеты апробаторов учебников 2-го, 3-го, 5-го, 11-го классов. Разработки учителей к учебникам, видео к урокам учебников. К каждому уроку дан видеоресурс 2-го, 9-го, 10-го, 11-го классов. Мы будем продолжать. Вот смотрите, и сейчас мы еще, я почитаю ваши вопросы, еще раз заслушаем песню Christmas Star, и вот с новогодним настроением еще раз, сказать, потом с вами поговорим и простимся. Так что, кто в школе остался один и боится, то я с вами прощаюсь, желаю всего хорошего. А мы с вами слушаем песню, я читаю вопросы и на том прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ну что ж, дорогие друзья, вам огромное, первое огромное спасибо. Сейчас мы выложим вам ссылку, по которой можете скачать сертификат. Благодарностью вашей за прослушный вебинар будет то, что вы расскажете коллегам, которые еще не знают. А некоторые есть и такие, которые вообще не знают о существовании нашего МК, расскажете, покажете на ваших совещаниях, конференциях. Можете воспользоваться видеозаписями вебинара, которые выложены на нашем форуме. Главное сейчас для нашего учебника, это чтобы о нем узнали учителя. Ведь целью нашей было то, чтобы облегчить жизнь как учителю, так и ученику. И я думаю, что с нашим учебником вы этого добьетесь, и ваши коллеги тоже. Будем стараться и дальше спрашивали, будем ли мы создавать учебники для дошкольников. Посмотрим, дошкольный возраст самый тяжелый, я бы сказала, посмотрим, подумаем. Сейчас мы занимаемся тем, что мы будем заниматься тем, что мы будем апгрейдивать учебники с помощью рабочих тетрадей. Дело в том, что если учебник в федеральном перечне, мы не имеем права вносить туда изменения за исключением опечаток. Я слежу за опечатками, особенно в первом тираже они неизбежны, потому что учебник проходит через много рук, но я получаю учебники и рабочие тетради из каждого тиража, и слежу за этим, и прилагаю очень большие усилия для того, чтобы опечаток не было. Что еще вам хочу сказать? Вот, Галина Ивановна, огромное спасибо, что рассказываете. Будем и дальше стараться. Мы сейчас будем выпускать так называемые companions, то есть рабочая тетрадь, например, начинаем с 6 класса. Мы там пишем рассказы для домашнего чтения, то есть это будет все равно две рабочие тетради, но немножечко измененные. То есть в рамках того, что уже у нас есть, мы будем вносить изменения в рабочие тетради, мы имеем право вносить изменения, поэтому мы всегда будем туда помещать современный материал, чтобы помогать учителю. Ну что же, огромное спасибо за внимание. Огромное спасибо, что вы рассказываете о наших учебниках. И здоровья вам, и новогоднего настроения, и хорошего самочувствия. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok